Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Инновации для обороны. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» посетила Лару. Рядом с домом в Ольгешево открылся новый детский сад. Лучшие из лучших в Чувашии вручили государственные награды страны и республики. Предприятия «Республики» готовы предложить немалые инновации для обороны сферы. Сегодня в этом лично убедился генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Борис Абносов и глава республики посетил крупнейший научно-производственный комплекс «Чебоксар». На повестке дня дальнейшее сотрудничество. Тем продолжит Дмитрий Ковалев. Абсолютная стерильность и порядок – правила, которые на этом заводе соблюдают и работники, и высокие гости. Вне зависимости от их статуса. Без халата в эти цеха вход заказан, ведь именно здесь производят продукцию для обороны сферы страны. Это цех по выпуску печатных плат. Ювелирная точность на каждом этапе. Большинство операций выполняют бесшумные роботы. Сейчас на заводе «Элара» выпускают более 10 модификаций печатных плат. Для машин, боевых истребителей, вертолетов и даже ракет. Руководителю федеральной корпорации показали весь производственный цикл. Чебоксарский завод и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – давние партнеры. За последние годы было реализовано немало совместных проектов. Борис Абносов отметил, что перспективы зависят от параметров госпрограммы вооружений. Если у нас будут расширяться заказы, а перспективы для этого есть, то таким надежным партнерам, как «Элара», мы, несомненно, будем продолжать сотрудничать и будем стараться его расширить. У нас совместные проекты с рядом предприятием нашей корпорации. Здесь и «Темпави», здесь и «Радуга», здесь и «Вымпел». Поэтому у нас сотрудничество есть, оно достаточно плодотворное. Конкретно по 2016 году объем продукции, которую наш завод выпустил в интересы корпорации, составляет порядка 400 миллионов рублей. И мы, собственно, хотим наше сотрудничество всячески развивать и наращивать. Темпы производства для обороны сферы чувашские предприятия увеличивают каждый год, отмечает глава региона. «Наши производители демонстрируют, что они конкурируют с теми производителями на уровне не только Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. Это очень важно. Поэтому это дополнительные заказы, дополнительные рабочие места, а мы бюджет получим, дополнительные доходы. Прогнозы к концу года у нас будут позитивными, динамика будет положительная. В целом, по промышленности, на территории Чуварской Республики». Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика. Безопасность, прежде всего. Состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике. Создание единой информационной системы для профилактики правонарушений – главная задача программы «Безопасный город». С помощью камер видеонаблюдения, барьеров безопасности, арочных металлодетекторов, а также постоянного мониторинга и оперативного реагирования службы безопасности, уже удалось сократить количество преступлений и повысить раскрываемость совершенных. Программа работает уже несколько лет, и каждый год в нее вносятся изменения. Помимо улиц, дворов и других общественных мест, под наблюдение взяты также образовательные учреждения. «АПК «Безопасный город» правоохранительного сегмента, включающий подсистему видеонаблюдения, экстренной связи гражданин полиции и позиционирование подвижных объектов, развернуто у нас в 26 населенных пунктах республики. По территории республики в местах массового пребывания граждан функционируют более 10 тысяч камер видеонаблюдения. По образовательным учреждениям у нас сейчас находятся 710 видеокамер, то есть в 84 муниципальных образованиях». По программе «Безопасный город» планируется дооснастить единые диспетчерские службы в муниципальных образованиях, увеличить хранение записанной информации до 30 суток и создать систему видеонаблюдения на территориях населенных пунктов, которые прилегают к исправительным учреждениям и следственным изоляторам. Выделенные средства должны быть освоены в срок, подчеркнул Михаил Игнатьев. «А по отдельным муниципалитетам средства предусмотрены, они просто не работают. Во благо охрана общественного порядка. Здесь интересная картина вырисовывается тоже». Управляющие компании также под пристальным вниманием властей. По результатам проверок в 42-х были выявлены нарушения. Выпиющий случай произошел в компании «Пик-1». Более 120 миллионов рублей не дошли до ресурсоснабжающей организации. Но собственники этого предприятия нашли выход. Создали другую управляющую компанию «Алста» и продолжают свою работу. Администрация города пыталась препятствовать этому. Но убедить людей в том, чтобы они не переводили деньги новой компании, не удалось. «Но по этой компании все совершенно четко и понятно. Компания занималась, по нашей оценке, выводом средств. У них четко выстроена юридическая и правовая база. Знают, что могут представлять органы муниципального контроля. Что они не могут представлять. Материалы по ним мы направляли неоднократно в МВД и в прокуратуру. Считаем, что есть над чем поработать». Глава отметил, что такие случаи недопустимы. И в соответствии с законом всегда есть возможность привлечь к ответственности недобросовестные управляющие компании. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев вручил государственные награды федерального и регионального значения. Этот день станет памятным для 30 жителей Республики. На церемонии награждения побывали и мои коллеги. Ветерану Великой Отечественной войны Нилу Морозову сегодня объявили благодарность президента России. Нил Гаврилович прошел всю войну, завершил ее в Японии. На его счету участие в великих сражениях. Судьба была милостива к нему. Он вернулся живым. Долгие годы возглавлял комитет ветеранов войны военной службы. До сих пор по мере сил и возможностей участвует в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Почетного звания заслуженный врач Чувашия удостоилась заведующей отделением Центральной городской больницы Антонина Стрункова. Почти 30 лет она работает врачом. Признается, что с детства мечтала помогать людям. Мне своя работа очень нравится. Я с детства, где-то я с лет восьми мечтала стать врачом. Это было мне по душе. У меня тетя была врачом, у меня крестная мама была, фельдшером работала очень долгие годы. Я на работу иду очень с настроением. Я больных очень люблю, уважаю. Стараюсь всегда им помочь. Заслуженным лесоводом Чувашской республики стал начальник участка Ильинского лесничества Анатолий Касьянов. Почти 40 лет он занимается восстановлением лесов на территории местного лесничества. Сразу три человека получили звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской республики». Это слесар механосборочных работ, микрохирургии, глаза и контур Вера Астрова. Главный конструктор Чувашторгтехники Николай Христолюбов и старший мастер сборочного производства предприятия «Экро» Нина Маркова. В числе награжденных люди разных профессий и статусов, всех их объединяет одно – любовь к своей родине, желание сделать ее лучше. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика. Бизнес-омбудсмен Чуваш и Александр Рыбаков встретятся с предпринимательским сообществом. В торгово-промышленной палате состоятся разговоры о развитии малого и среднего бизнеса в республике. Предприниматели народ особенный. Они хорошо разбираются в законах, знают, как можно продвинуть свое дело и даже защитить его. Но иногда случается так, что проблема носит системный характер. И решать ее надо вместе. На встрече с новым полномоченным говорили о взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Бизнесмены сетовали на слишком частые проверки и высокие суммы штрафов, а также на высокие ставки налога, на вмененный доход по отдельным видам предпринимательской деятельности на муниципальном уровне. Тяжело дается оформление разрешительно-согласовательных документов для организации торговли в нестационарных объектах. Вопросов немало. Меня очень заинтересовали эта возможность, проработка, сейчас идет возможность подачи исков совместно с ТПП общественными объединениями представителей бизнеса в интересах бизнес-сообщества. Я так полагаю, что в наше объединение скоро будут записываться люди, я имею в виду предприниматели, рядами. И вот с чем вот уже столкнулся я в своей работе, с тем, что очень много обращений именно связано с тем, что люди просят дать правовую оценку или защитить. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Вот уже девятый раз в столице Чувашия вручают премию общественное признание. Было подано более ста заявок. Комиссия пришлась немало потрудиться, чтобы определить, чей вклад в развитие Чебоксар самый весомый. В итоге обладателями премии стали 20 человек и 12 организаций. 13 солистов, 2 инструменталиста и 50 певцов. Все они победители открытого городского вокального проекта «Дети поют гимн России». 12 июня на Красной площади состоялась его презентация. Автор Елена Мещерина. Победитель в номинации «Будущее делаем сегодня». Была такая идея через этот гимн показать, насколько красивый город Чебоксары, насколько прекрасно Чувашия. За это время все дети стали, как моя большая семья. Мы друг друга полюбили. Не ждем никаких наград, похвал. Мы это делаем просто для людей. В этой же номинации отмечена юная шахматистка Аня Егошкина и певец Александр Долинский. Как отмечают организаторы, количество заявок растет с каждым годом, а проекты становятся интереснее и достойнее. И сегодня можно смело заявить, всех, кто принял участие, неважно, победителям или просто участие, они являются гордостью нашего любимого города Чебоксары. Алексей Германов завоевал 4 золотые медали на чемпионате Европы по фитнес-аэробике и стал победителем премии «Общественное признание» в номинации «Спорт и личность». В этой же номинации отметили и организаторов зарядки, которые почти каждый день приходили на набережную Волги, чтобы показать жителям комплекс упражнений. Общественное признание также получила Анастасия Мамлина. В этом году она завоевала бронзу сурдолимпийских игр. «Были у меня много соперников. Было сложно. С 2100 года тренировалась. У меня цель надо топивать следующие соревнования, первые места». «Настя вообще молодец, очень большой. Я очень горд за нее. Я горд не только за нее, но за себя, за Чувашскую республику, потому что мы смогли подготовить такого человека на такой уровень. Олимпийские игры, в общем-то, конкуренция очень сильнейшая». Особое признание получили организаторы парад «Дошколят», который традиционно проходит накануне Дня Победы. В нем принимают участие 2000 детей. В числе победителей и организации, которые тоже вместе с горожанами участвуют в интересных проектах. Так, за создание инклюзивной детской площадки в Новом Городе наградили компанию «Искаче». С ее же помощью там работает фермерский рынок. «Конечно же, большая ответственность и, наверное, какой-то большой аванс и реверанс в сторону нашей компании. Это для нас большая ответственность и дальше служить на благо городу». Признание получила Дом детского творчества Московского района за проект «Экопланета-21». 27 бригад в течение года проводят различные экологические акции. Елена Воробьева отмечает, что эта награда – заслуга всего коллектива, его воспитанников и родителей. «Самая большая честь в этом году, которую мы заслужили. Нам было прислано 7 голубых елей. Это с Красной площади нашей столицы, нашей России, это города Москва. Это голубые ели. И именно воспитанники Дома детского творчества с родителями, с педагогами и общественностью города Чебоксары в этом году эти 10 голубых елей будут сажать на территории города Чебоксары». Аплодисментами зал встретил ветерана войны Алексея Яковлева. Ему достался специальный приз. Премия «Общественное признание» вручалась в 9 категориях. Главную награду в номинации «Я пишу и снимаю о городе» получила Татьяна Молокова, редактор национального телевидения. А в программу празднования Дня города Чебоксары внесли изменения. В этом году выступление пилотажной группы. Первый полет отменяется. Репетиция полетов над столичным заливом была запланирована на 19 августа. Показательные выступления ожидались 20 числа. Прилет пилотажной группы не согласовала Росавиация, поэтому шоу пришлось отменить. Столичный микрорайон Ольгешево сегодня в центре внимания. Повод весомый. В преддверии Дня города здесь открылся детский сад на 240 мест. Пришел конец постоянным поездкам в транспорте, пересадкам и ожиданиям на остановках. Вот он, новый сад практически под боком. У него очень симпатичное название – Антошка. Будущие воспитанники вполне освоились на территории. Участники дорожного движения – это кто? Пешеходы. Все очень ждали этого дня. Старшего сына я возила в центр города, в Новоижный район. Среднего сына тоже туда возила. Но, наконец-то, нам повезло. Третий ребенок у меня пойдет в этот новый садик. Садик, конечно, очень красивый, шикарный. Мы надеемся, и персонал там будет очень хороший. В общем, мы очень рады и довольны. Садик построен почти за год. В него вложено около 150 миллионов рублей. В заходном строительство по поручению главы республики был особый контроль. Все сделано в срок. Результат превзошел все ожидания. 12 групп с евроремонтом и новыми игрушками. Медицинские и пищевой блоки. Бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий. Компьютерный класс. Детский сад рассчитан на 240 мест. Но мы добавили средства из муниципального бюджета. Из расчета 50 тысяч на место. И в целом здесь будет открыто 340 мест. И дети, и родители, и воспитатели довольны проектом. На торжественном открытии столь долгожданного детсада были и будущие мамы и папы. Они с понятным интересом рассматривали новое здание. Теперь можно быть уверенными. С каждым годом в новом микрорайоне детских голосов будет все больше. Мы уже рассказывали вам о том, что в деревне Кошмаш. Маргаушского района закрыли школу. К такому единогласному решению пришли профильные надзорные ведомства республики. Минобразование, Роспотребнадзор, МЧС. Но родители школьников не понимают всю сложность ситуации. Насколько опасно продолжать там обучение. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня к жителям деревни вновь приехали представители учреждений, так или иначе участвующих в ее закрытии. Напомним, что родителям и ребятам предложили на выбор две школы. В Маргаушах и Ситрякосах. Уже известно, что в райцентрской будет две смены. При этом дети из Кошмаш будут учиться в первую. Специалисты еще раз подчеркивают, продолжать учебу в старом здании опасно для жизни. Противопожарные, санитарно-гигиенические требования никто не отменял. Это исправить сигнализацию, систему дублирования вести также в исправности. И представить документы по пропитке. На данный момент документов по пропитке мы не видели. Это не в соответствии с условиями организации горячего питания. Во-вторых, в школе во всех трех зданиях отсутствует водоснабжение. Как водоснабжение, так и канализация. Здесь нету несозданных условий для проветривания классов. То есть окна старые, фрамуги не предусмотрены. Еще в апреле этого года администрация района провела независимую оценку состояния школы. Огромная просадка фундамента, огромная просадка стен, гнивение стропильной конструкции кровли. Несущая способность очень сильно снижена. Но, по сути, был проведен косметический ремонт, который не влияет на восстановление несущей способности строительной конструкции. После всех заключений ясно одно. При таких обстоятельствах школа не возобновит свою работу. И родители должны понять это. Безопасность детей превыше всего. В Чебоксарах, в начальной школе номер два, начались работы по ремонту плавательного бассейна. С момента его открытия, это было в 1988 году, здесь был лишь незначительный косметический ремонт в раздевалках и душевых. За это время износились и устарели все инженерные коммуникации. Бассейн перестал отвечать современным стандартам. Сема продолжит Рифат Ваткулин. Работы в бассейне начались с демонтажа старой кафельной плитки стен и замены кровли. Но большая часть преобразований будет скрыта от глаз. Полной замене подлежат коммуникации, системы гидроизоляции и водоподготовки. Кровельные работы, соответственно, начали в первую очередь. Ориентировочно за месяц мы планируем полностью закончить. Крыша была со множественными потеками, течами. Сейчас полностью мы снимаем. Мягкая кровля была, также оставляется мягкая. Но самый современный материал используется техноэласт. Начинка 12-метрового бассейна будет укомплектована, что называется, по последнему слову техники. Появится умная система фильтрации и обеззараживания воды. Установят новую вентиляцию, систему кондиционирования, отопления и освещения. И все это для комфорта и здоровья маленьких пловцов. Совершенно иной привлекательный вид приобретут раздевалки и душевые. На реконструкцию будет потрачено 12 миллионов рублей. Очень рад ремонту учитель Александр Павлов. Это подстройки Советского Союза. Бассейн очень капитально построен, с умом. Очень, ну, просто уже постарел. Здесь мы готовим детей, обучаем детей плаванию. Как вы знаете, все прекрасно. Особенно в летний период времени детки у нас на Волге в озерах, в океанах тонут. Поэтому мы их обучать должны плавать. Плавание – это здоровье. Ремонтные работы по графику должны завершиться в феврале. Но подрядчик планирует завершить пораньше, чтобы сделать подарок детям к Новому году. Рифат Фадкулин, Арына Гавилян, Республика. В Новочебоксарске обсуждают проект реконструкции набережной. Как и во многих волжских городах с крутыми косогорами, она делится на две части – верхнюю и нижнюю. Какую благоустроить, в первую очередь обсуждали на публичных слушаниях. На реконструкцию набережной выделено около 15 миллионов рублей. И большинство горожан склоняются к мысли, что нужно благоустроить ее верхнюю часть. Ведь это одно из любимейших мест отдыха. Верхняя набережная поделена на три этапа. Первый этап – это пешеходная дорожка, ограждение. И в перспективе будет велодорожка, освещение, смотровые площадки, ограждение смотровых площадок. Второй этап будет формироваться в составе жилого комплекса. Строительство жилого комплекса предполагается начать в следующем году. И третий этап – это территория вокруг церкви. Удобная прогулочная зона верхней набережной, несомненно, привлекает своим масштабом. Однако некоторые горожане видят в ней некую тематическую незавершенность. Проект мне понравился тем, что он будет протяженный, то есть будет очень много места для прогулки. Также можно будет покататься на велосипедах. Помимо этого, мне бы хотелось увидеть не только просто Волгу или набережную всю, а какие-нибудь сооружения, то есть какие-нибудь памятники. Что касается нижней части набережной, то к ней сегодня спускаются редко. Но это вовсе не означает, что место должно быть заброшенным и утопать в мусоре. Недавно там побывал глава республики и подверг критике руководства города за то, что набережная заросла бурьяном. Отдельный вопрос был по разрушенной сцене. 99,9% они идут по верхнему краю, а внизу раза два в год спускаются туда, когда там день города, еще что-то. Возник вопрос о ремонте и реставрации сцены. Я считаю, что для нынешнего времени такие сцены уже нигде и не делаются, и не строятся. Сейчас мобильные. Все предложения новочебоксарцев еще раз будут обсуждены на совещании в администрации города Спутника. Родион Архипов, Арына Гавилян, Республика. Главное управление МЧС Почувашия подвели итоги за второй квартал этого года. За этот период надзорное ведомство провело почти 450 проверок и более 230 рейдов, в ходе которых выявлен ряд нарушений и несоответствий. Такие предприятия получили предписание. На публичном обсуждении присутствовали представители бизнес-сообщества, республики и специалисты по противопожарной профилактике различных организаций. Сотрудники надзорного ведомства рассказали о правилах и нововведениях гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Слушатели, в свою очередь, смогли задать вопросы. Правда, такая возможность у них есть. И в другое время консультации проводятся лично, по телефону или по интернету. Затрагивали проблему это периодичность и количество проверок организаций, в частности пожарного надзора. Обращался в управление, в главное управление МЧС Чуварской республики, на что был дан ответ о количестве приведений проверок, которые соответствуют не чаще одного раза в год. Чуварский полицейский покорили Эльбрус. Напомним, восхождение началось несколько дней назад. Правоохранители приурочили свое восхождение памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей и ко дню города Чебоксары. На пике западной вершины Эльбруса, на высоте 5 642 метра, полицейские развернули флаги города Республики МВД. Также на одной из туристических троф в поселке Терскол альпинисты установили памятную доску с именами погибших сотрудников органов внутренних дел. Дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города. Желаю вам в этот день счастья, здоровья, успехов. Поздравляем! 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 Это все новости. До свидания.